Привет, меня зовут Снежа Планк, я преподавательница в онлайн-школе Вебиум. И каждый день я вижу ребят, которые не знают, куда поступать, как им выбрать вуз и не пожалеть о своем выборе. И сегодня я расскажу тебе, как это сделать, поделюсь лайфхаками, про которые тебе точно не расскажут в школе. А прежде, чем мы перейдем к видео, не забывай подписываться на канал, ставить лайк и нажимай на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить. Составь правильный список вузов. У многих студентов в голове идеальный вуз это тот, куда тебя ну точно возьмут. Туда можно пройти со средними баллами, около 60-70 и точно пройти. Но так лучше не думать. Я рекомендую тебе составить список вузов на все случаи жизни. А решать, в какой именно ты хочешь подать документы, будешь тогда, когда получишь свои баллы. Попробуй составить список университетов по такому принципу. Первый самый топ топов, куда поступить сложно, но возможно. Второй не такой топовый, но все равно с хорошим рейтингом. Третий, в принципе нормальный вариант, поступить вполне реально. Четвертый это среднячок, очень доступный вариант. А пятый это запасной, на всякий пожарный, куда возьмут 100%. Этот список может варьироваться в зависимости от города, и если ты рассматриваешь вариант переезда, то тут могут оказаться и столичные вузы. А если ты хочешь сдать все экзамены на 90+, и точно поступить в первые два вуза из твоего списка, то переходи в описании и смотри актуальные курсы по подготовке к ЕГЭ от Webium. Мы готовим ко всем предметам, и шанс сдать с нами на 90+, значительно возрастает. Изучи все, что будет на сайте. И под этим я не подразумеваю изучить общую информацию о проходных баллах прошлых лет и полистать список преподов. Ты это и без меня знаешь. Тебе нужно копнуть глубже, изучив все направления и специальности вместе с учебным планом. При ресерч направлении ты можешь испугаться этих страшных названий. Так, например, было у меня. Я смотрела на это. Математические модели, вычислительные технологии в гидроаэродинамике и теплофизике. Или же конструкторно-технологическое обеспечение машинных производств. И набор этих слов меня пугал, поэтому я пошла на супер понятную программу строительства. Так делать не стоит. Вы можете почитать учебный план той или иной программы и понять, что она не такая уж и страшная, а наоборот интересная. Учебная программа — это все предметы, которые будут у тебя в том или ином семестре во все годы обучения. Полистай ее, прочитай название предметов. Так ты поймешь, чем будешь заниматься в ближайшие 4 года. Это поможет глубже понять специальность и специфику выбранного направления. А еще в учебном плане прописана практика. Бывает либо учебная, это когда ты практикуешься на базе университета, а бывает производственная, когда ты заключаешь договор с предприятием и практикуешься там. Также очень круто понять профессию и в целом атмосферу вуза может помочь в день открытых дверей. Там тебя проведут по самым интересным местам, аудиториям и ты поймешь, хочешь ли ты там учиться или нет. Интересуйся всем, чем только можно. Как правило, у университетов ВК есть куча групп. Одна из них для абитуриентов. Так вот, не бойся писать туда, задавать интересующие тебя вопросы, поспрашивай про программу, факультет, направление. Все ребята там очень доброжелательные и ответят на самые, казалось бы, банальные вопросы. Это круто узнавать что-то новое из первых уст, а не общих слов на сайте. А еще, если ты готовишься или планируешь готовиться к ЕГЭ в Вебиуме, то наши наставники учатся в топовых вузах страны, и они с радостью расскажут тебе про свой опыт. А вот тебе лайфхак, как можно найти студента твоего курса, если группы в ВК нет, а никто из знакомых тебе людей там не учится. Заходишь на сайт, находишь приказы о зачислении прошлого года и ищешь там человека с самым необычным сочетанием имени и фамилии. Например, Барбара Мэринмор. Находишь ее ВКонтакте и пишешь в личку. В 90% случаях будет положительный ответ и человек будет рад тебе помочь. Надеюсь, эти советы были полезны. Я желаю тебе удачи в подготовке и уверенно ты поступишь в тот самый топовый вуз из твоего списка. Это была Снежа Планк и онлайн-школа Вебиум. Пока-пока!